Медиагруппа «Авангард» представляет Давайте я коротко введу в курс дела. Я работаю в Ассоциации «Финтех». Это союз, некоммерческая организация крупнейших финансовых институтов, и не только финансовых институтов, еще и страховых, телекомов России. Мы занимаемся созданием технологических решений, программного обеспечения, стандартов, протоколов и готовим предложения по изменению законодательства. Мы являемся площадкой для переговоров наших участников для построения инноваций в области экономики. Одно из наших направлений – это направление развития технологии распределенных реестров, и ключевой продукт этого направления – платформа «Мастерчейн». Она построена на базе платформы «Этериум» известной, и туда встроена гостовая криптография. Соединения между узлами защищены ТЛС двусторонней аутентификацией. Мы взяли провайдер CryptoPro, мы сохранили возможность исполнения смарт-контрактов. Это такие небольшие программы, которые записываются в распределенный реестр и синхронизируются по узлам всех участников сети. И обращаться к этим программам можно с помощью транзакций, подписанных ключами, находящихся у пользователей этой системы или у пользователей приложения. В нашей платформе также есть сервис передачи конфиденциальных сообщений, потому что банки, наши участники, хотят делиться в том числе информацией, содержащей банковскую тайну, коммерческую тайну, и записывать ее в распределенный реестр и синхронизировать для всех участников, конечно, недопустимо. Еще у нас есть средства мониторинга и администрирования. Я чуть позже покажу, каким образом эти средства администрирования построены на примитивах самой платформы, то есть на ключевом преимуществе платформы возможности исполнения программного кода идентично на всех узлах этой сети. И результаты исполнения этого программного кода записываются в распределенный реестр. Сами вызовы этого кода, как я уже сказал, для них обеспечена неотказуемость за счет аутентификации через электронную подпись, неотказуемость авторства вызова. То есть мы можем понять, кто обращался к каждому конкретной функции в определенный момент времени. И здесь на слайде представлены примеры этих выдержки из смарт-контрактов. Они пишутся на языке программирования, сходном с C или с JavaScript. Называется он Solidity. И мы с самого начала, когда стали разрабатывать приложения на платформе, предложили некоторые стандарты того, как нужно писать эти части приложений, которые будут распространяться в реестре, так, чтобы мы могли сохранить как оператор контроль над исполнением определенных обязательств этой сети, контроль над тем, что можно часть какого-то кода ошибочного или предоносного выключить, например. Значит, для чего мы используем платформу? Конечно, самый известный кейс в области блокчейна – это передача платежной информации. В открытых системах блокчейн это реализовано, но в нашем случае область достаточно сложно регулируется, и в качестве первого приложения, которое мы могли бы построить с каким-то бизнес-процессом в России, и пройти сертификацию, и внедрение его у банков, участников, такой кейс бы вряд ли подошел. Но мы взяли кейс по учету ценных бумаг, конкретно это электронные ипотечные закладные, и также кейс по торговому финансированию – это тоже серия банковских продуктов. Значит, наша задача техническая состоит в том, чтобы обеспечить безопасность взаимодействия различных организаций, которые собираются ввести какие-то общие бизнес-процессы по учету ценных бумаг, по торговому финансированию. И мы видим такую специфику, что эти организации, конечно, хотят сами управлять своей инфраструктурой, хотят более того еще строить бизнес-процессы со своими особенностями какими-то. И еще важное здесь замечание, что количество ресурсов, количество опыта, объемы у этих организаций значительно между собой различаются. Соответственно, зрелость процессов обеспечения информационной безопасности тоже сильно различается между ними. И чтобы мы могли построить платформу, которая позволяет им взаимодействовать безопасно, нам нужно было подвести какую-то базу под это. В качестве базы мы как раз взяли технологию распределенных реестров. Обычно для того, чтобы построить доверенную какую-то цифровую среду, чтобы можно было ввести электронный документ оборот с доверием, используется PKI, известно. Значит, мы тоже использовали в своей платформе PKI. Это отличает от многих, в том числе от открытых решений на базе блокчейна, где используются криптографические ключи и нет особенного процесса идентификации, подтверждения действительности этих идентификационных данных и так далее. Мы использовали неквалифицированные сертификаты, потому что есть много нюансов. Мы хотели разделить по назначению эти ключи, чтобы в зависимости от типа операции, от места использования мы могли проверять полномочия, так сказать, выполнения этой операции. Удостовериться, что владелец этого ключа использует его в определенном месте, там, сетевой схемы, так сказать, и что это либо какой-то сервис, это автоматизированная система пользуется этим ключом, или им пользуется сотрудник. Первая сложность, с которой мы столкнулись, когда решили встроить PKI в блокчейн, это то, что при выполнении аутентификации нам необходимо информацию об актуальном состоянии, там, отзыва сертификата, например, сообщать на каждый из компонентов, который будет производить эту проверку. И получается так, что каждый из компонентов должен обращаться к какому-то сервису, там, центра сертификации за этой информацией. И это не только угроза, там, для производительности системы, да, для отказоустойчивости, но и также это просто невозможно, зачастую по внутренним политикам и организациям наших участников, которые выделяют контуры сетевые без доступа в интернет, без доступа к каким-то, там, онлайн-ресурсам принципиально, потому что в этих контурах они работают с документами, содержащими, там, банковскую тайну и коммерческую тайну. Ну, здесь достаточно простое решение было поместить информацию, которая необходима для таких проверок, в, собственно, блокчейн. И вокруг этого решения мы стали дальше работать. Первый смарт-контракт, про который я хочу рассказать, содержит в себе реестр участников этой сети, в том числе организации участников и в том числе перечисления сертификатов, которые выданы нашим удостоверяющим центром этим организациям. И больше того, содержит байт-код сертификата, то есть в втором виде X509 сертификат в блокчейне, который другие компоненты системы могут запрашивать из своего локального узла, этого распределенного реестра, и уже отдавать его криптопровайдеру и дальше выполнять нужные проверки. То есть это своеобразная альтернативная система доставки сертификатов. Кроме того, для сертификатов мы приписываем должностные полномочия, и для этих должностных полномочий имеем возможность указывать документы, то есть идентифицировать некоторые документы, которые будут позже доступны в системе, я позже расскажу о них. И мы идентифицируем эти документы по HMAC для того, чтобы мы, ну это хэш с солью, грубо говоря, для того, чтобы мы могли потом проверить целостность этого документа, но не выдать его содержимое. Здесь для процесса аутентификации в этой схеме была использована особенность математики такая, что мы можем восстановить открытый ключ, пользуясь подписью по ГОСТ-34-2012, если мы имеем битчетности для координаты кривой. И восстановив такой открытый ключ в случае использования нашей реализации, нашей версии, точнее нашего криптопровайдера и нашего удостоверяющего центра, мы можем восстановить ID-ключа, который записан в сертификате, сейчас подробнее про него расскажу. И уже по этому ID-ключа можем из блокчейна получить тело сертификата и отдать его криптопровайдеру для настоящей проверки подписей и проверки цепочки со списками отзыва этого сертификата. В качестве идентификатора сертификата в коде смарт-контракта используется значение из X509 поля Subject Key Identifier. В нашем случае это 160 бит, которые совпадают по своему формату с форматом адреса в оригинальной системе Ethereum. За счет этого мы можем переиспользовать экосистему фактически, то есть большой набор инструментов, которые доступны уже для оригинальной открытой сети Ethereum. Здесь сложность возникает с тем, что мы имеем гарантии, что коллизий по этому SKID не будет только в рамках одного УЦ, согласно стандарту X509. И если мы хотим использовать несколько УЦ, то нам требуется в транзакцию добавить еще одно поле с однологичного формата, в котором мы, например, будем хранить authority key ID, то есть ID ключа удостоверяющего центра, который выдал сертификат, выпустил. Значит, соответственно, сертификат удостоверяющих центров и даже списки отзыва мы можем сделать доступными через этот распределенный реестр, идентифицируя их по этим идентификаторам ключей. И компоненты нашей системы, они могут прямо из распределенного реестра доставать актуальные версии списков отзыва, например, и подкладывать их своему криптопровайдеру для того, чтобы выполнять без дополнительных обращений к ЦДП проверки, требуемые в приложении. Это случай для систем, которые используются в защищенных контурах и не так легко бывает согласовать и обеспечить технически актуальное состояние списка отзыва или вообще возможность обращения к онлайн-ЦДП. Значит, здесь приведен пример структуры на языке Solidity, которая хранит те самые данные, уже упомянутые мной. Важно заметить, что мы имеем в качестве структуры, описывающей зарегистрированный ключ, структуру с достаточно простым набором полей. Первое поле в ней – это то, что данный ключ действителен, то есть его можно, сертификат действителен, его можно использовать. Второе поле – это ID или OGRN организации, который записан также в сертификате, но эти поля становятся доступны для логики смарт-контрактов. И позже я покажу, каким образом мы начинаем их использовать. То есть мы можем строить логику бизнес-процесса в зависимости от того, вызывающий ключ вообще действителен ли и может ли он согласно каким-то другим системам полномочий выполнять такую операцию. Также мы храним байты сертификата, можем хранить байты списка отзыва, если это сертификат УС. И еще мы можем ссылаться на идентификатор файла в нашем слое передачи файлов, в распределенном слое передачи файлов. И если у нас список отзыва большой, не влезает в смарт-контракт, то мы можем его положить в виде файла на одном из узлов. И затем через систему передачи сообщений, также как часть платформы MasterChain, этот файл может быть получен на других узлах сети. Последнее, что на этом слайде, на этом куске кода хотел показать, это что каждому ключу возможно назначать некоторые метки строковые, которые обозначают функции, доступные владельцу этого ключа, то есть конкретному сотруднику, например. Функции могут быть оператор, подписант, администратор, еще какие-то. И для функции мы также указываем идентификатор файла с документом-основанием для того, чтобы эта функция была действительно. И мы можем указать, например, интервал времени, в который эта функция действительно. Это просто пример, возможно, реализовывать в смарт-контрактах на солидите произвольные наборы полей, произвольную логику, которую вы захотите заложить в эту систему. И важным утверждением здесь будет то, что распределенный реестр производит, при доступе к нему мы не только производим аутентификацию по сертификатам честную, с использованием PKI, но также за счет этой системы смарт-контрактов мы можем производить авторизацию, автоматизацию операций и контроль целостности, и контроль тождественности выполнения этих всех операций на всех узлах участников сети. И больше того, эта система еще и позволяет нам, установив узел сети в инфраструктуру участника, получить доступность сертификатов, списков отзывов автоматически, без необходимости обращения к ЦЗП. Немножко совсем расскажу про то, как затем мы строим бизнес-логику на этой базе. Значит, одной из сложностей внедрения PKI в логику бизнес-процессов является то, что нам нужно заменять ключи, и мы не можем привязать какие-то там правила бизнес-взаимодействия к конкретным сертификатам. Мы должны построить систему авторизации отдельно, так сказать, да, отвязать ее от самих сертификатов. Более того, в нашей системе эта ролевая модель, она может быть многоуровневой, то есть даже не только участники одной конкретной зарегистрированной сделки в определенных ролях могут иметь доступ к документам этой сделки, но и еще их контрагенты, какие-то зависимые от них может быть организации. Это все реализовано на смарт-контрактах. Для того, чтобы зарегистрировать сделку, мы создаем такой смарт-контракт, прописываем в нем организацию участники с их ролями, и для каждого назначения роли мы указываем документы основания, которые также идентифицируются по хмаку, и мы можем получить их на соответствующих узлах сети и проверить их целостность. Контракт ролевой модели, третий из базовых контрактов системных, которые у нас есть, это такая таблица, в которой прописаны правила для предоставления доступа. Есть колонка с правами, есть колонка с типом объекта доступа, например, это будет ипотечная закладная. Полномочия ключа, если ключу назначены полномочия менеджера, и он принадлежит к организации, которая в данной сделке имеет роль депозитарий хранения, в таком случае менеджер может читать ипотечную закладную. Или, например, операционист может записывать документ с черновиком гарантии, если он в этой сделке, его организация в этой сделке выступает в роли банка-гаранта. С помощью такой же системы ролей мы можем описать и бизнес-процесс управления реестром сертификатов и управления всеми теми контрактами, полями, структурами, которые я ранее давал. Совсем коротко про систему передачи конфиденциальных сообщений. Да, сейчас у меня два слайда. Про систему передачи конфиденциальных сообщений просто аутентификация по сертификатам, в реестре публикуются информации о том, на каком узле находятся какие документы, читатель может по этой информации понять, к кому обращаться, и затем на своем узле сохранить копию. Подводя к заключению, можем сказать, что два ключевых преимущества в этой системе в том, что мы смогли отвязать логику бизнес-процессов от процесса управления ключами, при этом мы ключевую информацию в некоторой степени сохраняем в блокчейне и делаем ее доступной для логики бизнес-процессов, и также мы имеем возможность распространять конфиденциальные документы с авторизацией по той же бизнес-логике, и можем проверять целостность этих документов и неотказуемость авторства этих документов за счет авторства транзакции в распределенном реестре. Как заключение, мы повысили доступность и удобство использования системы PKI, мы разработали ролевую модель средства администрирования, которые отделили управление самими ключами, вот эту рутину, от логики администрирования этой системы, логики бизнес-процессов. И самое, конечно, интересное, ну, с моей, по крайней мере, инженерной точки зрения, это то, что вот эти правила, вот эти принципы, они реализованы в виде программного кода, который распространяется по сети и везде исполняется с тождественным результатом. Это может быть предложением для какого-то стандарта будущего, может быть, каким образом мы можем записывать там правила, да, или требования к информационным системам сразу в виде программного кода. Спасибо. Если осталось время на вопросы, пожалуйста. Спасибо большое, очень интересно. Вот небольшой, можно тогда вопрос на правах ведущего задать. Обычно во всех историях с разбиленными реестрами, там, с цепной записью, вещи там с сроком жизни ключа, там, по сути дела, там, на ключе человека, который там делает операцию, ну, все построено, да. Вот, в обычной системе PKI, в принципе, срок жизни ключа, он ограничен. Вот, как вот эту проблему вот вы в вашей системе решали, что там, срок жизни есть или его нет? Да, есть срок жизни, смотрите, вот на этом слайде я постарался совсем просто показать. В бизнес-процессе участвует организация, то есть там записаны ОГРНы, а уже к организации вы добавляете свои сертификаты и назначаете им полномочия. Когда он истек, что происходит? Когда он истек, вам нужно добавить новый действительный сертификат и назначить ему те же полномочия, которые были у старого, то есть у вас каждый раз новый пользователь. Просто будут копиться сертификаты, ну, по сути дела, тот сертификат, который там уже записан, этот ключ, который использовался, он должен жить? Он должен жить для историчности, это одна вот очень важная тема, я не успел просто ее раскрыть, дело в том, что мы за счет принципа блокчейна мы можем проверять электронную подпись на момент времени. Спасибо огромное, спасибо.